Франция, Ницца, Канны – прекрасные города, расположенные на Лазурном берегу Средиземного моря. Из России можно добраться через Турцию. В тридцати километрах от Ниццы, на берегу Напульской бухты, находится знаменитый французский курорт Канны – звёздный город, город дворцов, фестивалей, шикарных яхт и великолепных вилл. Прекрасные песчаные пляжи, изысканная кухня и постоянные праздники – всё создано для элитного отдыха. Канны – курортный город на Лазурном берегу, известен благодаря Международному кинофестивалю. Если вы едете на Лазурный берег с целью пляжного отдыха, то старожилы говорят, Канны определённо лучше, чем Ницца. Потому что в Каннах пляж песчаный, а море мелкое у берега, что будет удобно для отдыха с детьми. Можно спокойно расположиться на циновке прямо на песке. Лежак и зонтик стоят 30 евро. Есть и бесплатные пляжи, но они в основном все переполнены. Набережная Круазет, пожалуй, самая знаменитая и прекрасная набережная французской ривьеры, если не всего мира. Канны – небольшой спокойный город на побережье. Здесь нет особой шумихи и недостатков большого города. В достопримечательности Канн знаменитый дворец фестивалей, где собираются звёзды мирового кино, чтобы посмотреть новые фильмы, получить награды. Фестиваль проходит ежегодно в середине мая. Улица со знаменитыми брендами французских кутерье. Шанель, Луи Виттон, Нина Ричи, Наф-Наф, Лакоста и многие-многие другие. На набережной расположено много ресторанов, кафе, баров. Очень много проживает русскоязычных в Каннах, в Ницце. Вы спросите, сколько стоит покушать в Каннах? Еда в недорогом ресторане от 800 до 1500 рублей. А питание для двух человек в ресторане средней ценовой категории из трёх блюд от 5000 до, как говорится, выше. На ваше усмотрение. Кстати, русская аристократия в XIX веке царские семьи, писатели наши знаменитые, музыканты любили посещать эти знаменитые курорты. Знаменитая аллея звёзд в Каннах была открыта в 1985 году. Здесь встречаем отпечатки Чарли Чаплина, Широн Стоун, Ельмондо, Катрин Дзинёв, Софи Лорен. И также есть отпечаток ладони нашей Татьяны Самойловой, получившую престижную фестивальную награду за роль в фильме «Летят журавли». Прогуливаясь по набережной вечером, можно полюбоваться прекрасными яхтами. Кстати, можно заказать ужин на яхте за определённую сумму. Для тех, кто не может обойтись без кофе, для любителей кофе, хочу назвать цены. Экспрессо от 160 рублей, то есть 2,8 евро. Капучино 200-250 рублей, это 3,9 евро. Цены в двухзвёздочном отеле от 100 евро до 120-150 евро. Это 6-7 тысяч за сутки. А цены в трёхзвёздочном отеле от 150 евро за сутки и выше. То есть 9, 10, 14 тысяч за сутки. Спокойный город на побережье. Здесь нет никакой городской шумихи. Вечерняя жизнь в Каннах оживлённая. Много баров, ресторанчиков. Публика, конечно, возрастная, в отличие от курорта Ниццы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин До встречи, друзья, на канале Новые Горизонты!